Всем привет! Легко ли быть знаменитым в 15 лет? Неустойчивая подростковая психика, соблазны на каждом шагу и полная анархия. Мне это видится примерно так. Но у меня, в отличие от нашей сегодняшней героини, не случилось шанса попробовать это на практике. В начале двухтысячных голос француженки Ализе покорил не только Европу. Хиты этой девушки стали неотъемлемой частью воспоминаний тех, чья молодость пришлась на эти годы. О том, как живет исчезнувшая с радаров Ализе, сегодня расскажем в этом видео. Подписывайтесь на канал, хватайте печеньки да булочки и айда смотреть! Популярность обрушилась на нашу героиню в 15-летнем возрасте. Тогда Ализе триумфально исполнила свой первый хит «Лолита» и взобралась на вершину всех хит-парадов. За четыре года после дебюта Ализе выпустила два успешных альбома и отыграла свой первый концертный тур. Но затем артистка берет перерыв в своей карьере, чтобы заняться личной жизнью и подготовить новый альбом. В 2005 году Ализе стала мамой и вернулась в музыку. Только вот успех свежих песен более скромен, чем во времена дебютного альбома. Жизнь Ализе круто меняется в 2013 году. Именно тогда она соглашается на участие во французской версии шоу «Танцы со звездами». Во время шоу между Ализе и ее партнером вспыхнули взаимные чувства, и через три года артисты сыграли свадьбу. Но оказалось, что у пары есть кое-что общее, кроме чувств. Супруги, обожающие танцы, решили построить на этом ремесле бизнес. И все бы здорово. Только вот с музыкой у девушки в этот период совсем перестали ладиться дела. Ализа записывается, выпускает треки, а результат совсем не радует. Побарахтавшись в шоу-бизнесе еще немного, Ализе вдруг пропала с экранов и радио. Тогда-то интернет и желтая пресса разразились слухами о том, что Ализе погибла. И именно поэтому о жизни певицы нет новостей. Поклонники певицы не на шутку перепугались. Чего только не придумывали журналисты. Там и передоз, и суицид, и несчастные случаи. В общем, кто на что гораст. И только появившийся в сети ролик, где певица на одном из музыкальных шоу исполняет свой хит, Лолита успокоил беснующуюся прессу. А чтобы окончательно убедить всех в том, что она жива и здорова, Ализе выпустила новый альбом под названием «Блонд». Девушка рассчитывала на этот проект и верила, что он станет точкой ее возвращения на большую сцену. Ализе даже запланировала большой гастрольный тур. Но турне пришлось отменить. Низкие продажи нового альбома ясно дали понять, что нашей героине снова не удалось приблизиться к дебютному успеху. После этого последнего провала Ализе решила завершить свою карьеру и жить обычной жизнью. Нужно отметить, что причиной тому стал не только провал в музыке, но и успех на паркете. Дела в танцевальной школе у супругов пошли настолько хорошо, что решение ставить музыку далось несложно. Сегодня студия успешно работает, а Ализе продолжает реализовывать себя как мать. В 2019 году у пары родилась дочь, которую назвали Мэгги. Успех – это штука классная, но имеет свойство заканчиваться и остывать. Так что, взобравшись на очередную вершину, не забудьте хорошенько закрепить успех и приготовиться к сотне таких же сложных путей впереди. А сейчас не забудьте поставить лайк, написать в комментариях, о ком вам было бы интересно услышать в следующих видео и подписаться на канал. У нас тут интересно!